Нет. То есть я, например, девушке звоню первый месяц, а потом перестаю ей звонить, жду, чтобы она тоже проявила инициативу, позвонила, а они думают, что я на них забил и там обижаются по-всякому. То есть девушки пошли безинициативные и мне это совсем не нравится. Когда постоянно проявляешь инициативу, то кажется, что ты девушке уже надоел и не нужен. Мне лично кажется так, а оказывается не надоел, просто им западло первой звонить. Так ты и есть мужчина, ты проявляешь, либо в тебе что-то не так. Да всё во мне так, я тебе говорю, в чём загвоздка. В том, что я жду от девушки хоть какой-то инициативы. А от них её не исходит, тогда я на них забиваю. Болт. А ты кем работаешь? Электронщиком. А ты кем работаешь? Я не работаю. А сколько тебе годиков? Ну ты реально, я же знаю, что ты не электронщик. Электронщик. А кто же? Грузчик, наверное. То есть электронщик, ты считаешь, это престижная профессия? Да? Не смотря какого уровня. Высокого. Высокого. Что значит высокого? Восьмой разряд самый максимальный, который может быть. И что? А на каком предприятии ты работаешь? На стружкоделательном предприятии. Так что выходи за меня. Прямо сейчас. Я крепко стою на ногах, у меня своя квартира, своя машина. Загородный дом, да? Нет, загородного дома нет. У нас земля очень дорогая. Из какого города? Из Тулы. А ты из какого города? Я из Сибири. А ну да, значит ты уже давно проснулась. Вот именно. Ну а ты не работаешь потому что маленькая или потому что трудно найти работу? Потому что учусь. А, ну потому что маленькая еще, да? Ну в смысле маленькая. Я и работала, и училась не сейчас только учусь. Просто сейчас стало невозможно совмещать и работу, и учебу, да? Ну это сложно. Что? Это сложно. Ну да, сейчас наверное по учебе стали много задавать, да? Да всегда нагрузка была. Учеба она не намного проще чем работа, да? Я вот тоже раньше учился, потом работать пошел. Я помню, мне мама говорила, а ты представляешь, когда пойдешь на работу, домашнее задание делать не надо. Я так обрадовался и думал, когда же я наконец на работу пойду. И правда на работу пошел вообще так намного проще стало. Идешь на работу с невыученными уроками и голова не болит, что там спрашивать будут. Зачем такие трудности в школе создают, да? Так нужно учиться и преодолевать. А ты в ВУЗе учишься, да? Да. А на кого? Неважно. А у тебя парень был когда-нибудь? Без отношений. Был? Без отношений. Что отношения? Без отношений. А теперь нет никого, да? Да. Ну да, если бы парень был, ты бы ему позвонила, да, с ним бы пообщалась, тебе бы перестало быть скучно. И аудио-чат не нужен был бы, да? Естественно. Правильно мыслишь. Вообще в современном мире так трудно найти вторую половинку. Почему трудно? Ну потому что девушкам им отношения не так нужны, как общение. А общение они могут получить и в интернете. Пообщаются и потом с чувством востребованности успокаиваются и перестают искать вторую половинку до тех пор, пока опять не станет скучно. Да нет, все нуждаются в этом, рано или поздно. Ну а ты-то без парня, значит, тебе не особо нужно. И другие такие же женщины, девушки. Ты считаешь, это плохо? Да. Потому что не с тобой, да? Человеку нужен человек. Это из классиков. Один из классиков сказал. Не могу не согласиться. Так что давай ищи парня, осчастливишь хоть кого-нибудь в этом мире. Угу. Я с хибов. Что думаешь, что не очистливишь? Немножко в каком. Что немножко? В другом тело. В каком? Ну? Извини, я тебя перебил, ты что-то хотела сказать. Да я тут еще переписываюсь. Одновременно? Да. Ну ё-моё, это получается у тебя мысль, на меня мыслей не хватает. Хватает. Чтоб поддерживать беседу. Ну я вижу, у тебя односложные ответы постоянно. Да почему нормально? Да, как у всех девушек такие же. Такие же нормальные, как у всех. Безинициативные вы существа. Да. Никаких, ну задаете конечно вопрос, но очень мало. В основном. Да просто, блин, падла сейчас. Ты еще не проснулась? Еще не поняла, кто я в этом мире, поэтому не задаю вопрос. Ну а ты где переписываешься? в Нектоми? Да. Ой, там одни извращенцы, лучше в аудио чате сидеть. А в аудио чате что ли нет извращения? Нету. Ну тут можно сразу понять по голосу. Так тут никто и не сидит. А там есть шанс. Ну правда, это потому что на работе нельзя разговаривать на посторонние темы. Все же сейчас на работе. А представляешь, на работе начальник увидит, что ты там с кем-то общаешься по интернету. А когда переписка, то на телефоне незаметно. Вот поэтому все предпочитают переписываться. Ты думаешь все в филосках что ли работают или что-то? Ну где, в офисах сидят например. Ну а в офисе нет работы что ли? Нету. Почему ты так думаешь? Ну большинство просто приходит просиживать пятую точку. Потому что это Россия. Тут все сидят на нефтяной трубе. А создают просто видимость работы. Все равно им от нефтяной трубы дают деньги. Видимость работы. Вот и все. Вот ты сталкивалась с этим прям в жизни. Видела это? Да. И где же? Ну вот у меня на работе например. Это же завод у тебя или что? Да. Угу. И что они сидят в телефонах все? Да. Угу. Ну не знаю. А смысл тогда держать их сотрудников? Ну вроде как время от времени что-то делают. За свободное время, которое больше чем занятого, они сидят в телефонах. И еще в текстовом чате там непонятно кто с тобой разговаривает. Девушка или парень. Потому что они могут представить с кем угодно. А в голосовом чате сразу голос слышно. И ты понимаешь кто. Я проверяю себя. Да. Да и парней сразу. Понятно. Ну почти сразу. Не. Ну некоторые могут искусно подделываться. Ну там немножко тупить. В стиле девушки. В смысле в стиле девушки тупить? Ну девушки они же подтупливают в переписке. И это сразу видно. Вот у меня. У тебя вообще. У тебя вообще. У тебя видимо проблемы с отношением к женскому полу. И у девушек логика хуже работает. И ребята могут нелогично отвечать. И тебе будет казаться что это девушка с тобой разговаривает. Я вывожу их на телеграм. И все. А в телеграме фотка есть, да? Да. Фотку тоже можно чатную взять. Я просто голосом так же проверяю. А в телеграме можно голосовые общения? Да. И звонить можно. Ну так что. Ну и часто они соглашаются, чтобы из текстового чата перейти в телеграм. Ну я говорю, скажи, говорю сразу. Либо пошли в инстаграм и там половину сливают. Некоторые не сдаются. Идут в телеграм парни, понимаешь, думают еще там обманывают и так далее. Ага. Все и там я понимаю, что очередной дрочек. Мерзкий. Ты по голосу понимаешь? Конечно, приличные люди, которые сразу представляют, что я парень. Ага. Ну таких мало. Делать бы, чтобы все так вели. Чтобы все так вели себя. Да. Вот поэтому лучше в аудио чат сразу идти. Я же тебе говорю, ты только и сидишь на аудио. Да, я вот проснулся и сразу включил. Я уже один видос запилил для Ютуба. Что за видос? А это как устранить белую вспышку при открытии браузера. Что за белая вспышка? Ну, когда у Windows черная тема стоит, то при открытии браузера сначала белый лист такой за весь экран загорается на секунду. А потом уже начинается загрузка страницы. и я объясняю, как устранить вот этот белый лист, чтобы глаза… Я живу канал? Да. Сколько подписчиков? Шестьсот шестьдесят. Думаешь его развивать? Ну да. А вообще о чем? Лайфхаки. Мне очень нравится, когда мое видео комментируют, там дополнительные вопросы задают. Я им там всем помогаю, отвечаю. Почему ты так медленно говоришь? Ну, у тебя научился. Угу. 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 А у тебя есть какие-нибудь увлечения? Угу. Есть, но они пока в стороне… Это какой-нибудь кружок танцевальный, да? Нет. Угу. Угу. У меня нет координации, к сожалению. Нет координат? Да. Координации движения. Знаешь такое понятие? Да. У меня ее нет. Угу. Угу. Как это можно развить? Ну, это очень сложно. Не знаю, надо развивать ее. А как же ты будешь сексом заниматься без координации движений? Ну, как бы базовое-то понятно, что есть. У всех есть. Угу. 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 В воспитании работаешь, да? Да. Единственный человек. Что ничего нет? Я говорю единственный человек. Ну, наверное. А как тебе спалось? Да, нормально спалось. В 4 утра проснулась. А заснула во сколько? Рано. Я кино смотрела и, короче, не заснула. И прям не досмотрела до конца даже, да? Да, в обнимочку с ним. В обнимочку с кино? Да. На планшете, что ли? Да нет, по телевизору. Как? По телевизору. А тебе интересно, чем там все закончилось? Ну, не знаю даже. В принципе, я не могу и без этого выйти. Можно было и досмотреть, конечно. А тебе что больше нравится? Целоваться или чпокаться? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Смотря с кем? С девушкой, например. Смотря с какой. Ну ты согласна, что девушки, они прям такие ангелочки все и их тоже хочется? Ну, естественно. не сказала бы, что уж он девочек. Что же так? Но они такие нежные, как бы ласковые. Ну, естественно. Наверное, поцелуи приятнее, да? Ну, наверное, да. Есть те, которых вообще не хочется целоваться. Особенно, если девушка курит, да? Да нет. Курит, это, конечно, такое себе, но можно даже и курящую послаловать. Если она того стоит. Есть девушки, которые не вызывают желания. У тебя бывало такое? Ну, да. У нее зубы были кривые. Что? У нее были кривые зубы. Из-за этого? Да. А еще из-за чего? Больше не из-за чего. Так она была подтянутая. Фигура хорошая была. Она работала грузчицей. Грузчицей? Да. Вот это да. Угу. Не, у меня было такое, что... Так, я говорю, у меня было такое, что девушка внешне вроде бы нормальная, да? Как бы не вау, там просто хотя бы нормально, не отталкивает, не толстая. Ну, я ее вообще не хотела. Ну, я ее вообще не хотела. Даже поцеловать просто. Ну, реально, не кривая, не касала. Но знаешь почему? Нет. Потому что она вела себя не как девушку. А. То есть у нее внешность была более-менее женственная. Но поведения нет. И по этой причине мне вообще не хотелось. Знаешь, когда гормонов, видимо, нет женских девушек. Ага. Ну, вот это сразу чувствуется, да? Да. А тебе глаза какие, какого цвета нравятся? Да без разницы. И раньше карие терпеть не могла. Теперь ко всем нормально относятся. А мне только голубые нравятся. Ну, светлые, наверное. У меня голубые глаза. А у тебя? Зеленые. Я правда раньше карие вообще не могла. А девушки попадают. Ну, с карими глазами часто. И ничего не хотелось, да? Если глаза другого цвета? Если плавные. Ну, да. Ну, есть любительницы карих глаз. Так что, у карие глаза одни все равно не останутся в этом мире. Кто-нибудь да подберет. Да? А тебе по типажу, какие девушки нравятся? Какие? Ну, по типажу. А. Ну, голубоглазые блондинки с ровными белыми зубами. А тебе? А? А тебе кто нравится? Я вот не знаю. Ну, скорее всего, славянской внешности. Ну, да. И мне тоже вот славянская внешность. Ну, то есть, точно не какой-нибудь восторг, неустые глаза там и так далее. А ты заметила, что у пиздоглазых у них ресницы вниз направлены? Нет. А что это значит? Что? Ну, это, наверное, защитная реакция от всякой пыли, потому что они же выходцы из степей. А в степях постоянно ветер, пыль. Угу. Какое заключение ты сделал? Просто. Да, вот у нас ресницы вот так вот вверх, как бы, да? А у них вниз. Ну, ничего страшного, перезовут. Зато у них есть защита, а у нас нет. Ну, да. А мы с тобой выходцы из лесов. Я не знаю, откуда. Откуда я вообще? А ты хотела бы жить в лесу, как наши предки? Не знаю, довольно-таки. Я бы хотел там так тихо, спокойно. В депрессии, может быть. Вот так нет. Где? Если в депрессии находиться и в лесу, тогда да. А если в большом городе, в нормальном установке, то нет. В бетонных джунглях. Ну, в нормальном городе, то есть с парками, там, и так далее. Не просто в бетонных джунглях, и так далее. По скверам, и так далее. А ты сейчас в чем одета? Какая разница, в чем я одета? Ну, просто я себе рисую в воображении тебя. Я могу сейчас поугодничьего. Ну, да. Я же тебя не вижу, и поэтому пытаюсь представить. Ты, наверное, тоже, да, меня пытаешься представить? Да нет. А ты полного телосложения? Атлетического. Мне кажется, полного. Ну, давай тогда встретимся в скайпе. Где? Ну, в скайпе встретимся, я тебя, я тебе, себя покажу во весь рост. У меня голос такой, как будто кажется, что я полный, да? Тут какая-то девушка вообще полная лица. Здесь, в аудио-чате? Да, всего в аудио-чате. А где? А ты полная, кстати? Ну, средний. Талия есть? Кто? Талия есть? Не знаю даже. У тебя. Подожди. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Переписки, да? Субтитры делал DimaTorzok Пойдешь есть? Нет еще А то совсем похудеешь Деталл 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 Переписки Продолжение следует... 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 Ну, значит, у тебя волосы не такие густые, раз не жарко, да? Я вообще сочувствую девушкам с длинными волосами, с ними столько проблем, они постоянно там где-то остаются, да? И мыть их надо чаще. Их очень часто надо мыть, у меня уже за один день голова грязная там, ну. И башка перегревается, но зато можно зимой без шапки ходить, да? Они греют. Нет, всегда в шапке зимой. Длинными волосами можно даже как шарфом замотаться, да? Ну, не знаю, голова-то мерзнет, волосы-то причем. А тебе больно было лишаться девственности? Это личный вопрос. Ну, я думал, что тут анонимный чат и не страшно будет рассказать. Мне кажется, женский пол настолько умеет хранить тайной о себе, что даже если умирать будет и у нее спросишь, а ты когда-нибудь заказывала член с Алиэкспресс, она даже на смертном адрес скажет, ты что, нет, я никогда туда предметы не совала. Да нет. Ведь все девушки маструбируют, да? Да. И никто не сознается в этом? Не знаю. Я спокойно об этом говорю, потому что это от физиологии. Да. Ты маструбируешь? Да. О, странно, это тебе, ну, это ты не считаешь личным, а лишение девственности считаешь личным? Да. Ну, а ты покупала всякие игрушки в секс-шопе? Нет. А как, душем? Я не извращенка. Ну, ты в ванной душем, да? Нет. А как тогда? Хочется сказать некрасивую фразу. Какую фразу? Некрасивую. Некрасивую. Просто в ритму. Когда узнаешь, надоедать вопросам. Теребила клитор? Когда спрашивают, как хочется сказать злопая в косяк. Да. А, да. Ведь оргазм бывает вагинальный, а бывает клиторальный, да? Угу. И вагинальный очень мало кто получает. И вроде это из-за того, что уже привыкли получать клиторальный оргазм и поэтому не могут получить вагинальный. А я вчера по Алиэкспресс лазил, ой, там столько всяких интересных игрушек интимных. Там даже есть под электричеством, то есть электрошок, представляешь? Т.е. две пробки металлические, одну пизду засовываешь, другую в жопу. И потом электрический ток разряд пускают и тоже какой-то кайф там ловишь от этого. Не хочу об этом думать. Ты пряников много ешь? Вообще не ем. Я мучной вообще не ем. Да? Да. Почему не ешь? Ну, потому что там содержится глютен, он плохо усваивается организмом. А что ешь? Картошку. Там крахмал. Ну, он не такой тяжелый, как в мучном. Ты умеешь готовить? Конечно, я же один живу. Какой любимый блюдо у тебя? Жареная картошка. Ну, я холостякский набор, да? Да. Ну, еще жареную рыбу тоже люблю. А жареная разве не полезна? Ой, ну, в смысле, разве полезна? Да. Зато вкусно. А хлеб не вкусный, что ли? Неа. Я без хлеба ежить не могу. Я знаю людей, которые макароны с хлебом даже едят. Вот я из них. У тебя хороший аппетит значит? Ну, не всегда. Сейчас я вообще мало ем. Похудела, ничего не делала. Просто мало ела. Это, конечно, не есть хорошо. А ты понимаешь, что тебе сейчас нужно хорошо питаться? Потому что у тебя учеба, мозги они потребляют много калорий и нужно много есть, чтобы мозги хорошо работали. Да, я это знала. А я вчера в бассейн ходил. Здорово, я даже плавать не могу. Думал, с девушкой с какой-нибудь познакомлюсь, а там одни бабки пришли. Ну, тоже ничего. Ну да. Бабок ведь тоже кто-то трахать должен. Да? Да. Вообще, конечно, парням сложнее в плане секса. Потому что если женщине не нравится, то у него член не встанет. А девушкам проще. Ну, вот почему девушек больше работает в проституции, потому что им все равно какой. Ну, понравится там ее партнер или нет. Ей просто нужно расслабиться и раздвинуть ноги. И еще девушки сильно обижаются. Например, у него на тебя не встал, и девушка потом обижается, думает, что она некрасивая, раз у него не встал. У меня не было такого, чтобы на меня не вставало. Знаешь, ты красивая, да? Не знаю, наверное. Сексапильная горячая штучка. Это девушка с Питера написала. Знаешь, что самое стрёмное? То, что она гетеро. То, что она гетеро? Да. Так это же хорошо, значит, она любит парней. Да? Она хотела быть гомо? Не знаю, сейчас проверим. А ты плавать умеешь? Я сказала, что нет. В детстве умела на спине. Ну ладно. Поехали сообщите. Вот что, я поехала в группе. Какие меня девушки привлекают? А, ну. Какие? Я тут написала все подряд, конечно. Славянской внешности, да, с голубыми глазами. Да. Я пишу женственные, прежде всего, славянской внешности, не худые, но не толстые, нежные и в меру серьезные. Ну, это, скорее всего, пацан на том конце провода. В смысле пацан? Я говорю, это я написала. Нет. Твой оппонент, пацан. Ну, скорее всего, не знаю. Ну. Даже не знаю. Давай проверим. Хорошо, что ты мне подсказал. Ну, как ты его проверишь? Телеграм зайдем. А, давай. Знаешь, как я всех проверяю? Как? Сейчас. Спрашиваю, сколько Дэн у летних колготок? Вот тебе и факт. Сколько Дэн в чем? У летних колготок. Если долго отвечают, значит гуглят. Да. Может, этот человек мне уже попадался, что он знает, как отвечать. Погуглил. Да? Не знаю. А что, быстро ответил, да? Ну, 30-40. Что? А, нет. 30-40 это зимние. Нет, это не зимние. Летние это 10. Ну, сейчас прошу отдоесть в Телеграме. Не похоже на девушку. Если ответить нет, ну-ка. О, есть, ответила. Ты меня, блин, сбил с пути. Я теперь ее проверять буду. Или его. Видишь, сколько проблем проверять надо. А в аудиочате никого проверять не надо. В аудиочате я с парнем осталась. Он меня потом на Баду нашел. А ты там на сайте знакомств есть? Да. Ну, и много тебе пишут. Вот это реально девушка. Ты меня, блин. Ты меня это взял. Ну, а на Баду тебе много пишут парней? А я их выключила из фильтра. А так, да. Там потом не это. Кто с VIP статусом, только тот может писать, да? Ну, если ты поставишь, чтобы они не писали. А зачем тогда там сидеть? Удобно же. Там даже девушек-то особо нет. Не знаю. Девушки были. Нет, кстати, я ознакомилась с нормальными, да. Ну, как, относительно, конечно. Сейчас бы кто-нибудь приготовил. Да? Ага. Тоже хочешь, да? О, написала. Да, 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 да. Именно такая. Что? Надо тебе заводить парня, он тебе будет готовить еду. Может, наоборот, парня девушек заводит? И так, и так бывает. Нет, я общалась с девушкой, она, короче, работала напоздна. И она мне, знаешь, что сказала. Чего? Она живет, соседка снимает, а я одна. Я говорю, приезжай ко мне, говорю. Чего говорю? Жить будешь со мной. Она мне, знаешь, что ответит. Чего? Говорит, готовить, когда научишься. Тогда буду. А она готовит прям, ну, нормально, вкусно. Вот. Я прям, знаешь, она мне, мы с ней каждый день переписывались. И она у меня каждый раз спрашивает. Так, что у нас на уши? Сегодня даже в Инстаграме историю выложила. Это на пирог из духовки достает. Печально, да? Ну да. В смысле, что с голосом? Я понять не могу. Это ты у меня спрашиваешь? Нет. Я записала голосовую. Она пишет, что с голосом. Что у меня с голосом? Скажи мне. Ничего, нормальный голос. Нет. Короче, в этом Телеграме шокнет. Походу, это парень. То ли, непонятно кто. Да? Ага. Я, знаешь, когда хочу есть, что делаю? Или когда мне надо аппетит свой пробудить? Я просто вбиваю в Яндексе полный стол еды. Короче, смотрю. И буханку хлеба наворачиваешь, да, с майонезом? Под это все. Не-а. Я майонез вообще забыла, когда в последний раз ела. Вообще я не ем. Может, поэтому не поправляюсь, да? Ага. Не, я когда работала вообще пить ее, знаешь, сколько ела? Ну, потому что я много тратила калорий, поэтому и много ела. Да нет, иногда нечего делать было. Ага. Сижу, вижу печенье без чая. Наверстываю. Ночью было. Ночью же тоже работала. Ночью, когда никого нет, потому что нет. И нашел. Да-да-да. Да-да-да. Ну, скорее всего, вчера допоздна все сидели. А-а-а, ну да. Потому что пятница можно и допоздна посидеть, типа того. Ну что, хороший день. У меня в пятницу всегда с хорошим ассоциировалось. Что в пятницу? Всегда с хорошим ассоциировалось. Ага. И у меня тоже. Начало выходных, ура! А ты сидишь из-под компьютера или из-под андроида? С ноутбука. А-а. Тебя очень хорошо слышно, прям качество микрофона хорошее. Да. Как будто ты прям рядом со мной находишься. Ну, у тебя так же. Как будто ты принесла мне кофе в постель и сидишь на краю кровати и смотришь на меня. Угу. У меня тут девушка должна зайти сейчас. Кто? Что? Шесть утра было. А, у меня уже двенадцать. Угу. Да, я здесь. Да, дело, что с Украиной вы у нас выйдете скоро. Слушай, а ты не знаешь, как сайты взломать, как аккаунты сайтов взломать? Мне кажется, это невозможно. Это возможно. Ну, тогда я не знаю. Это стоит поличный денег. Ну, да. Много очень. Тысяч пять, шесть. Разводил его очень много. То есть, они говорят, что да, вот мы взломали, пересылайте деньги. А на самом деле они не взломали. Нет, ну, если есть такое понятие, значит, взлом есть. Ну, там как-то они очень долго следят. Там бывает, что целую неделю надо сидеть там, что-то там выискивать. Как-то там караулить надо. Или какие-нибудь уязвимости. Нет, есть сайты, которые хорошо защищены. Никаких уязвимостей нет. И тогда его вообще невозможно взломать. Кстати, на этом сайте меня парень один научил. Тебя банили? Кто? Банили на сайте? Нет. А что? Он меня научил выяснять, кто заходит просто по IP-адресу. То есть, IP-адрес узнаешь у тех, кто в Суперселке. У кого больше сигнала. Вот уже в следующий раз знаешь, кто заходит сегодня. Ну, это в диспетчере устройств, там открываешь вкладку «Сеть». Да, да, да. И там IP-шники пишешь. Только так, да? Ну, да. Но он IP-шник не привязан к конкретному адресу. Он привязан к провайдеру. Ну, все же. Это можно только город узнать и все. Ну, я говорю, что город хотя бы. Само-то местоположение тоже вверх. Кстати, меня зовут Вениамин. Если еще мы встретимся. Да, вы что? Ты просто спросишь, это Вениамин? Я скажу, да. Ты о, привет. Мы с тобой уже знакомы. У меня тоже имя на букву В. Валентина? Нет. Валерия? Нет. Василиса? Нет. Что? Нет. Я не знаю. Закончился? Нет, если подумать, может быть, еще вспомню. Твой словарный запас истерпан. Что? Твой словарный запас истерпан. Наверное, нет. Просто я сейчас не могу вспомнить. Виктория? Нет. Я, кстати, про Валентина знаю стишок. Рассказать? Какой? Валентине Терешковой за полет космический наш Никита подарил хуй автоматический. Но это Никита Хрущев, который. Помнишь, первая женщина, которая вышла в открытый космос, была Валентина Терешкова? Ну, конечно. А ты РНТВ не смотришь? Иногда смотрю. Там про НЛО, про всякое, да? Ты мне РНТВ напоминаешь? Валерия? Нет. Первый раз просил Валерию. Что первый раз? Второй раз назвал Валерию. Я Валентина называл, нет? Ну, Валентина, потом Валерия. А. Виталия? Нет. Оно может быть какое-нибудь экзотическое это имя, да? Ну, необычное. А. Виолетта. Попал. Блин, классное имя, мне всегда нравилось. Я даже, я даже думал, если дочка у меня будет, я ее назову. Ну, не то, что назову, а предложу жене назвать ее Виолеттой. А мне Киря нравится. Киря? Кира. А, Ирина, то есть? Кира. Ну, Ира, а полное имя Ирина. Кира, К, 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 Бу. А. Понял? Понял. Кира Найтли есть такая в Голливудсе. Что? Кира. Кира. Тебе нравится Кира Найтли? Не знаю даже. А мне очень. У меня подруга Найтли. Все, уже она моей подруге нравится. Как актриса. А, я когда посмотрел пират Карибского моря с ее участием, потом нашел все фильмы, где она снималась, и все фильмы пересмотрел с ней. Она такая вообще милаха, такие глаза красивые. Мне из актрис знаешь, что нравится? Кто? Кейт Бланшетт. Знаешь, что происходит? Не Ань. Она вообще потрясающая. У меня на нее зальпало. Ну что, давай пойдем поедим. Я пишу, как ты мне пишешь. Как земля? А как тебя сокращенно зовут? Вот, Виолетта это полное имя. Что? Виолетта это полное имя, а сокращенно как будет? Виола, наверное. Виола. Виола, это фиалка, Виола, это жизнь. Ну да. Ну, Вито это Виталия. Я был знаком с одной, я был знаком с одной Виталией из Донецка, когда в ВУЗе учился, познакомился с ней на улице. Вот, у нее имя было Виталия. Она тоже красивая. Ну да. Она как раз и происходит от жизни. Ну, Виолетта, Вито. Меня так одноклассница называла. Ну да. Просто так. Она объяснилась даже. Попроще. Ну, покороче, да. Как Вика. Только Вито. А можно вообще называть Ви, да? Были и такие люди. Знаешь, кто меня больше всего бесил? Кто? Когда меня называли Веля. Веля. Я готова была убивать. Почти как меня. Меня называют... А вот что такое у тебя? Веня. Ну, сокращенно Веня. Отчество. Викторович. Ну, нормально. А у тебя? Александрова. Виолетта Александровна, можно войти? Пожалуйста, проходите. Язык разминать через твое имя, отчество. Мне идеально. Мне все нравится. Единственное, что я не хотела бы себе поменять. Я помню, одна врачиха была, Евгения Валерьевна. Блин, так тяжело было выговаривать. Евгения Валерьевна, да нормально. Елеонора Владимировна. У меня есть. У нас преподаватели некоторые были. А, Цирена Цициковна. Кто? Цирена Цициковна. Жуть. Это с бурятией. Что-то там сухарики жуешь, да? Ну, всякую фигню. А что делать-то? Ну, надо нам с тобой заканчивать общение и пойти по-нормальному поесть. Это надо сварить сначала. Или тебе неохота заканчивать беседу? Жалко расставаться со мной жалко? Конечно. Но мы еще тут соединимся. Не последний день. Живем. Может, ты потерпишь? И сколько терпеть? Не знаю. Давай тогда разругаемся. Зачем? Ну, чтобы можно было разъединиться. А потом как? Потом будем мириться. Ты будешь обижаться, а я буду прощень просить. Да, мне как-то не нравится твоя идея. Ты будешь отключаться. Будешь говорить, я обиделась, и отключаться. Не знаю. Скорее всего. Пришли мне почта еды. Кого? С почтой мне пришли еды. Кого прислать? С курьером еды пришли. Ага. Да, но пока дойдет, ты уже умрешь голоду. Да нет, я перекушу. Такой хруст стоит. У тебя, наверное, вся черепушка сейчас хрустит, да? Что? Что хрустит? Вся черепушка хрустит. Что за черепушка? Ну, голова. Голова – это же черепушка. Не красиво. Это сухарики из черного хлеба у тебя? Да. Видишь, все с хлебом связано. Ага. А еще бывают эти подушечки кукурузные. С ночевыми. Я еще. Внутри с ночевыми. Я даже белый хлеб ела, понимаешь? Ну, а можно с вареньем, сверху варенье накладываешь и с водой из-под кран. Не так вкуснее. Что накладываешь? Ну, батон разрезаешь. Сверху накладываешь варенье на батон. Наливаешь в кружку воды. И в прикуску с водой, в припивку, в прикуску. Все это наворачиваешь. Поняла? У меня нет варенья. Уже съела? У меня его и не было. Кстати, в голодные годы хохлы вот как делали. Ну, у них с собой был маленький кусочек сала и большая буханка хлеба. Они брали этот кусочек сала, клали на самый край этой дольки хлеба. И начинали есть с другого конца. А когда доходили до сала, уже наедались. И сало обратно прятали. Хороший метод. Но иногда даже все с салом съедаешь. Ну, надо просто бутерброд слишком длинный сделать. Тогда не дойдешь. Так ты потом все равно будешь хотеть чего-то другого. Если буханку вдоль нарезать, то получится длинный бутерброд. Свежий из печеных хлеба тоже так вкусно. Ну, да. А свежепожаренная картошка на сале еще вкуснее. Ну, а есть картошка. Надо почистить. Что? Надо почистить. Картошку надо почистить. Ну, да. А в магазине продают уже очищенную такая соломка. Так она дорогая. У нас, кстати, не продают. Свежезамороженная. Неа. Она дорогая. Проще купить деревянскую и почистить. Да там половина в очистке уйдет. Там какая гнилая, какая там с глазками. Ну, не знаю. Они еще бывают с зелеными боками. И этот зеленый бок приходится срезать сильно. А любишь картошку с кетчупом? Люблю. Я тоже. У меня мясо, крупы, картошка и все. И чай. А ты где любишь кушать? В Бургер Кинге или Макдональдсе? Я не там и не там не ела. И не буду ест. Ну, один раз-то можно травануться. Не-не. Я даже в Киевсе не ела, понимаешь? Так Киевсе это вообще дно. Там все перченое и пересоленое. У нас весь город его любит. Все с ума сходят в Киевсе. Ну, у них рецепторы к куриевым убиты. Поэтому они езжу. Да. Вот у меня друг есть. Он Макдональдс больше любит. Говорит, там вкуснее. А я просто чувствую, что в Макдональдсе много специй добавляют. Там усилитель вкуса и запаха. Там, скорее всего, больше просто добавляют и все. А в Бургер Кинге она более пресная. И из-за этого кажется более натуральной. И вот если после Макдональдса прийти в Бургер Кинг, то еда покажется вообще не соленой. Но если постоянно в Бургер Кинге есть, то привыкаешь уже к этому вкусу и норм. Ну, там, конечно, дорого, да. Там даже чай 70 рублей стоит. Где? В Бургер Кинге. Не, не знаешь, что я из такого люблю? Сабвей. Не, не знаю. Не знаю, что такое сабвей? Неа. Капец. Ну, тогда ты многого не знаешь. Там такой у них хлеб. Это по всему миру сеть. Сабвей чай большой стоит 33. Допустим, сабвей, ну, это как хлеб, туда накладывают всякой, ну, начинки, потом запекают, вот, получается, соус добавляют, вот, сабвей. Ну, как, не как шаурма, но что-то такое более качественное. Даже в Китае есть везде, есть в сабвей. Сейчас сухарики доешь, и что дальше будешь есть? Тебя. Меня лучше есть, когда я сам наевшийся. Я тогда становлюсь добрый. Это как в рекламе, да? В какой? Прошникерс. Ты не ты, когда ты голодный. А ты давно уже не просыпалась в обнимку с парнем? Да, вообще ни с кем. А хотелось бы. В следующий раз я с подругой ночевала. Прям в обнимку спала? Ну, не знаю, ну, рядом, короче. А вы одеяло поделили? Да, у нас не одно одеяло, вот, на двоих. Никто не наматывал? На себя. Да нет. Хорошо так было. Я стесняю. Ну, а вы спали голенькие или в ночнушках? Нет, не голенькие. С чего голенькие тому подруге? Ну, чтобы тело отдыхало. Что? Чтобы тело отдыхало, потому что некоторые предпочитают голенькими спать. Я не знаю, я не привыкла. Но иногда бывает, конечно. А то эта резинка на трусах, она жмет. Согласна. Видимо, потому что одеваться с утра нужно, поэтому я предпочитаю все-таки в одежде. Чтобы сразу встать и пойти, а не искать одежду. Как солдат. Да, это было в кино. А? Как солдат, быстро одеться. Так не одеться, а уже быть одетой. Давай. Тебе, наверное, понравилось бы в пожарной части работать. Там быстро нужно собираться. На самом деле, я время хорошо чувствую. Ну, когда в нормальном состоянии. Мне такое бывает, что я с утра скажу тебе, мне надо встать, да? Допустим, в 7.30, да? Да. У меня будильник поставлен, и я уже в 7.29 просыпаюсь. Прикинь. Прикинул. Это вообще на организм, вот, как часы работает. Именно тело. Ну, тогда ты должна выйти за меня замуж. Мне такие нужны. Мне жена такая нужна. Я не бухаю, не курю. Вот, я всю жизнь искал такую. Девушка мечта. Я бы тоже хотела себе не бухающей, не курячкой. Ну, если что, я такой. Ну, хорошо. Просто смысл. Это лишние деньги. Да? Кругу. Ну, еще этот табачный дым, от него все потом воняет. Все пропитывается табачным дымом, и дышать этот дым тяжело. Лучше как толщести купить, да? Да. А у вас сколько за килограмм цена? Ну, по-разному. Ну, если отечественные, то где-то 40. Если импортные, то 60. Ох, капец. Ну, я импортную больше люблю. Она прям такая ровная вся. И чистить ее. 40 рублей. Ты как там выживаешь? Ну, нормально, что. А у вас сколько? Ну, когда, как. Вот сейчас, допустим, 30 примерно. Ну, разница. Небольшая разница. Несколько месяцев назад вообще было 9 рублей. Какие инфакты? Ну, с нашей области. И 9 рублей. Ну, там половина гнилой. Она и мелкая, и гнилая. Нет, нормальная была. Вот в том числе. Просто это надо было ухватить. Там больше 10 килограммов в одни руки не давали. А, разбирали прям. Прямо как в голодные годы. А у вас нет супермаркета Слата? Нет. У нас Пятерочка, Магнит, Дикси. А у вас такой нету? Ну, вроде рекламируют, но я не видела. А. У нас Слата по всему городу. Уже тошнит от него. Вулкан, но вулканцы точно не знаешь. Ну, я знаю, вулкан это игровые автоматы. Нет, вулканцы, фермаркеты. Какие еще есть у нас? Океи. Икея, да? Океи. Икея, но Слата есть. Ой, еще Слата. Лента есть. А. А у вас нет ленты? Нет. Это какой город? Иркутск. А. А ты когда-нибудь омуль ел? Ой, да, омуль ел? Нет. Нет? Неа. Я бы вот так сейчас поела. Байкальский омуль вообще редко где найдет. Даже на Байкале. Это рыба, да? Такая вкусная рыба, да. А ты когда-нибудь набухивалась до состояния беспамятства? Нет. Я тоже нет. И я завидую своим друзьям, которые здесь помню, здесь не помню. Я пятикапельная. А. Потому что не пьющая. Не знаю, что убивает. Чего? Когда какая-нибудь девушка скажет, вот я, говорит, ящик водки мы принесли, сейчас пить будем. Ну, то есть вообще прям так бухает. И самое главное, что в них это влазит. Ну, это привычка уже. Натренировали себя. Тебе стопки водки достаточно, чтобы ты окосила, да? Нет. А сколько достаточно? Ну, грамм двести. Двести коника, наверное. Ничего себе. Ты крепкая какая. Мне грамм сто водки достаточно, чтобы я уплыл. Ну, не двести, наверное, сто пятьдесят. Да ладно, не стесняйся. Говори как есть. Я тебе ответила как есть. Я сама барменом работала. Я знаю, как напаивать людей, как-то делать. Понимаешь? Музыки очень много пьют. А потом уползают или как? Ну, в баре, когда напиваются, что с ними потом делают? Идут куда-нибудь или спят. Спят за столом прям? Ну. Потом просыпаются и идут домой? Ну, у меня в гостинице был бар. В гостиницу, в номер, да и все. Охрана уводит. Прям под руки берут, да, и потащили. Да нет, просто просыпаются и идти. У меня все состоятельные люди пили. То есть это не какие-то бичи с улицы, а бизнесмены какие-нибудь. Начальники. Бизнесмены, они знают свою норму, да? Ну, то есть, все равно никто не напивался до состояния, что не может на ногах стоять, да? Ну, это редко бывало такое. Редко, но метко. Сейчас мне ответит. Ты там еще переписываешься, да? В летних погодках сколько, да, на 5, 20, 40 пишут? Я так же думала, что 20. 120 где? В летних погодках, да. Кто-то написал 120? 20. А. 20, 40. Может, мама носит. Поэтому знаю. А, кстати, колготки в сеточку, они хороши для небритых ног. В смысле? Вот эта сеточка, она скрывает то, что у тебя ноги небритые, волос не видно. Не всегда. Ну, по крайней мере, если издалека, то помогай. Если близко присматриваться, то, конечно, там будет видно. Скоро... Вот девушкам сколько забот, да? Да. Ноги, лицо, волосы, руки. Вагина. Ну да. Там же... Депиляцию надо делать. Еще там... Это пластика половых губ бывает, да? Если губы висят, половые там их отрезают, покороче делай. О. Чтобы оргазм получать, упражнения делать. О. Ну, это чтобы вагинальный оргазм получать, да? Там какие-то шарики туда закладывают. Да. Упражнения деделя всякие. Вешают груз, да, и надо вагиной эти шарики всосать внутрь. О. Да? Ну, я же ем. Ну, не знаю. Мне, например, наоборот. Вагина кажется едой. Да. Ну, тебе, да. Мне, нет. А ты ноги бреешь или депиляцию делаешь? Брею. Я, кстати, один раз тоже побрил ноги. Зачем? Ну, мне захотелось, чтобы они у меня были красивые. Мысли красивые. В смысле красивые? Ты же парень. Ну, и что? Это не есть случайно? Нет. А что? Ну, я решил проэкспериментировать. Во, я, короче, побрил ноги и пошел на пляж с этими ногами, с побритыми. И девушки обращали внимание. Ну, парням своим ничего не говорили, просто так останавливали взгляд на моих ногах. И дальше там занимались своими делами. Мужские ноги, если побрить, то они тоже красивые становятся. Вот, например, у меня точно. И, знаешь, прям всякие шрамы стало видно. Я прям свои ноженьки даже жалеть начал, когда побрил, увидел, что там некоторые шрамы видно. Прям ноги обнял такой, пожалел их. Ну, а тут нет ничего такого зазорного. Например, велосипедисты ноги бреют, или культуристы тоже ноги бреют, чтобы на подиуме красивее выглядеть. Я видела бодибилдерш. Туда работала. Стюардесс обслуживала. И вот так. У бодибилдерш сисек нету, да? Что? У бодибилдерш нету сисек. Есть. Но они маленькие. Да, нормальные. Но ты знаешь, слабенькие бодибилдерши. Не сказала бы. У них прям бицепсы были, да? Угу. Прям натуральные. У них натуральные. А может быть у них грудь силиконовая, поэтому... Кажется, что большая. Ну, в смысле, есть же девушки, у которых вообще нет. А тут есть, как бы, ну... Они без этого никуда. Вот девушка, которая грузчица работала, помнишь, я рассказывал? Да. Вот у нее сиськи были вообще 0,5-е, наверное. Вот почему не хотел, да? Ну да, и поэтому тоже. Ну, больше всего из-за кривых зубов, конечно. Всего лишь какие-то зубы, да? Угу. Она когда улыбалась, у меня член прям падал. Моментально. Да. И я ее трахнуть смог только один раз. Смог даже? Да. Настолько хотел? Ну, это в первый день знакомства было. Уже вечерело. Я вез ее домой и потом говорю, а поехали ко мне на дачу. Она говорит, поехали. А там уже смеркалась, и ее было плохо видно, и поэтому у меня встал, и я смог ее трахнуть. Что говоришь? Поэтому у меня встал, и я смог ее трахнуть. Из-за ситуации, да? Ну, потому что ее было плохо видно. А-а-а-а. Я знаю, это твой склад. Я тоже им пользовалась. И не один раз. Это когда парень не нравится, да? Да. Ну, или девушка. Вообще, проканывала. А, то есть, парень был хороший, и тебе не хотелось его кидать, да? Да просто встретились. Расстретились, уже надо было. Даже так? Ты уже настраивалась? Уже перед свиданием была настроена на секс? Ну, конечно. У тебя его давно не было, да? Соскучилась? Угу. Вир только. А-а-а. Сюда девушка попалась. Такое место было. В телеграме? Хотя она мне не нравилась, да. А, там сиськи-письки, да, скидывала? Ну, видео даже. Ничего себе. Угу. Что толку-то? Ну, как бы, есть толк, но... Ну, а ты потекла от ее фоток? Нет. Знаешь, некрасивая. Да. И фигура тоже. Ну, а фотки делала, знаешь, вот, при сраче. Видно, что у нее срач? А-а. Ну, как бы, я не могу, так я красиво всегда все делаю. Хочется, чтобы и мне так же нормально все делали, да? Да. Даже из-за этого можно не захотеть спасти. Угу. А ты летом ходишь с голыми ногами по улице? Ну, с голыми, ну, конечно. И приходится ноги брить, да? Ну, конечно, как-то. Даже зимой брей, понимаешь? А зимой ведь не видно под колготками. Нас с кем-то встречаешь, да и вообще, периодически. А-а. У меня была девушка. У нее ноги такие были красивые. Я вот увидела, ну, с фотографией даже. Она так залипла на них очень сильно. Потом мы жизнь встретились, они просто идеальные были. Я так залипала. Ты их трогала? Ну, конечно. Это просто нечто. Знаешь, почему? Ты, наверное, щекой, наверное, прислонилась к ним, да, и гладила. А еще знаешь, в чем прикол-то в том, что она бегом занимается. У бани дура. Ну да. У бегу... Как это сказать? У... Как они? Бегуньи называются? Беглецы. Легкоатлетки. Да, у них ноги красивые, они таки накачаны. В меру. Да. Понимаешь, ногами красивыми и грудь у нее была больше, чем моя. Наверное, третья, наверное. Ну, вообще, большая грудь мешает бегу. Она меня недавно два раза звала. Надо было подчеркнуться с ней. Нужно было еще раз встречаться. А знаешь, что самое сексуальное? Нет. Это ум. Ум. Когда ты чувствуешь, что девушка с мозгами, то ты волей-неволей хочешь. А если парень с мозгами? Ну, тоже. Ну, хотя, откуда он не знает. Ну, а как можно с девушкой сексом заниматься? Ну, если девушка с девушкой. Просто обнимашки и целовашки? Ну, как-то пальцами. Ну, и так тоже. А можно еще астропон взять, да? Нет. Нет. Знаешь, если девушку сильно хочешь, там, то можно вообще... Короче, у меня был такой случай, у меня девушка делала массаж, да? А я очень сильно хотела и давно. Ну, я кончила этого. Африканский. Но она даже не дотрагивалась до води. В смысле, она массаж делала? До туда нет. И ты все равно кончила? Что? И ты все равно кончила? Да. Ну что, у меня там эрогенная зона. Она массаж делала, я кончила, короче. Это где у тебя эрогенная зона? Между лопатками. Угу. Знаешь о таком? Знаю. У каждой девушки в своем месте эрогенная зона. Еще, вроде как, от знака зодиака зависит. Ну, с чего это? Например, у раков, у них затылок чувствительный. Да, это бред. Ну, не знаю. Ну, а та девушка почувствовала, когда делала массаж, что ты кончил? Я не знаю. Но я сама-то не поняла. Я поняла, когда она уже ушла. А. А потом, я все-таки рассказала про этот случай. Ну, и по идее, у тебя должна была смазка появиться, да? Ну, конечно. Я поэтому и поняла. Ну, и по стонам своим тоном. Какая ты горячая тигрица, оказывается. Да. Было такое, что она меня трогала. У меня сразу все волосы вставали на руках. О. Она, наверное, красивая еще, да? Что? Массажистка, наверное, еще и красивая была. Да. И супруга, и попа, и стали, и умная. Я ее любила, поэтому. Ну, а ты ей не предлагала более тесные отношения? Что? Ну, ты ей не предлагала заняться любовью там? Она моя подруга Куча. Ну, у нас случайно было пару раз. А. И после этого ты к ней неровно дышишь, да? Постоянно приходишь на массаж? Нет. Это было после того, как я ее разлюбила. Ну, не разлюбила, а как. Поняла, что я сейчас. А ты ей тоже массаж делаешь? Я не помню такого. А кто же ей массаж делает? Парень ее, наверное. У нас с ней была связь тогда, когда у нее уже парень был. Понимаешь? Да. Какие девушки, коварные существа. Ну, а что, ему не хватит разве? Ему тоже хватит. Надо уметь делиться, да? Извини меня, Али, мы с ней. Столько лет, или он тут только появился. Да, действительно. Это ты должна с ним делиться, а не он с тобой. Конечно. Сейчас уже наоборот, наверное, он в армии. Она свободна. Потом начнется. Так с армией выйдет. Ну, ее, конечно, ее трудно не захотеть. У нее голубые глаза? Да. Ну да, я бы тоже захотел. А еще бывает стропон, который засовываешь в пизду себе и трахаешь другую девушку. Знаешь, такой стропон, короче, с двумя членами? Один себе засовываешь, другой ей. Такой загнутый, как бумеранг. Да, я поняла. Я даже и порнуху смотрел, как две девушки с таким стропоном друг друга трахали. Прикинь, тут девушка пишет. Я вообще с парнем надумала поговорить. Может, настройку не то нажала. Ага. Есть такие девушки, которые тоже хотят. Я думала, здесь одни парни. Это очень редко. Первый раз такая попалась. Ну, вообще, наверное, настоящий член лучше, чем фалоимитатор, да? Не знаю, да. Хотя настоящий член, он может быть маленький, да? А фалоимитатор, он такой крупный. А чем больше член, тем больше удовольствия. Ну, это наше стереотипное, наше мужское стереотипное мнение, что если член больше, то девушка быстрее кончай. Я, кстати, в этом чате у одного парня спросил, у тебя есть какие-нибудь интимные игрушки? Он говорит, да, у меня есть помпа для члена. Я говорю, а зачем она? Он говорит, она увеличивает член. Ну, там вакуум создает, и член как бы растет. Что? Да, ну, как бы надеваешь его на член, и отсасываешь воздух. И член наполняется кровью сильнее. Становится более крупным. Но это надо регулярно делать, тогда будет член расти. Вот тебе какой размер члена самый раф? Не знаю. Так. Так. Да, как у всех. Мой друг делал операцию на члене. У него был 15 сантиметров, а стал 19. И отдал он за эту операцию 150 тысяч рублей. Что? Что? Дорого, да? И что он на сколько уменьшился? На 4 сантиметра. Копец. Он мне даже фотку присылал, прикинь. Парень этот. Что? Парень этот. Ну, да. Ну, я ему не поверил. Он такой. Я у него спрашиваю, как дела? Он говорит, я в больнице лежу после операции на члене. После увеличения. Это как это? После операции по увеличению члена. Я ему, да ладно, ты врешь там, прикалываешься. А он хренак мне фотку члена свою прислал. Да. Девушка, походу, меня отшивает. А у него девушка бабища жирная. И там... У него женщина такая, она крупная. И чтобы ее там протрахать, нужно большой член. Все ради нее. Ну, да. Я говорю, зачем так сделал? Чтобы своей женщине доставлять удовольствие. Она попросила. Знаешь, что она пишет? Что? Привычнее членам удовольствие получать. Привычнее членам удовольствие получать. Она пишет? Угу. А с чего это вдруг она про член заговорила? А я ей предлагаю. Аааа. Картинка мне отшивает. Вот как так? Ты ей предлагаешь заняться лесбийской любовью? Угу. Если так можно сказать. Видишь, она, значит, любит глубокое проникновение. Не, ну член, он же тоже полезный. Да, он там распрямляет внутри все складочки. А то, если не засовывать, там все зарастет. Как ты думаешь, если один раз сексом заняться, а потом нет, зарастет? Да. Как ухо, да. Не, ну месячные, конечно, не дадут зарасти. Но мне кажется, дырочка будет все меньше и меньше. Я вот даже, ну, у меня была девушка, и я уехал на две недели на Черное море, потом приехал когда, и начал ее трахать, и я прям почувствовал, что у нее дырочка узенькая стала. И она тоже мне сказала, о, чувствуешь, я там такая узенькая стала, потому что я тебя ждала. Аааа. Я говорю, да, чувствую. Чем уже дырочка, тем моложе девушка, да? Ну да. Представь, как страшно выглядит. Что? Представь, как страшно выглядит влагалище. Ну да. Оно еще такое синее, или там коричневое. Просто порнухи разные бывают. Бывают и там со старыми тоже. И у старых посмотришь на пиздул, фу, быстрее видео удалять. А некоторым нравится. Некоторые наоборот говорят, ой, я хочу со старой посмотреть с теткой. Что-то ты хрустеть перестала. О, захрустела снова. Я думал, ты все уже. Умерла там. Нет. Она, походу, гомуфобка. Что, походу? Гомуфобка. Что? Я не расслышал слово. Гомуфобка. А-а-а. А-а-а. Лезбиофобка, да? Да. А может быть, это опять парень? Не знаю. Вроде похоже на девушку. Вообще, конечно, гомофобы, они неправильно поступают. Что ненавидят гомиков. Вот смотри. Среди парней гомофобов больше, чем среди женщин, да? А должно быть наоборот. Потому что гомики, они освобождают девушек, и девушки свободны становятся. То есть, гетеросексуалам выбор больше среди свободных девушек. То есть, два гомика, они освобождают целых две девушки. И поэтому гомофобы должны гомиков ценить. А у девушек наоборот. То есть, два гомика соединяются, когда из мира мужчин уходят два человека. То есть, девушкам найти сложнее становится. Потому что на два человека меньше. Девушкам парня себе найти сложнее. И девушки должны гомиков ненавидеть больше. Поэтому. Но народ примитивный, он не может так далеко просчитать ситуацию. Может, это вообще геем не пишет? Может. Не, может быть, бисексуал. Пишите, я даже не представляю, честно. Я могу запросто представить парня фантазии в этом направлении. Кстати, я на каком-то сайте был, где там проститутки всякие. Можно через сайт заказать проститутки. И там были еще и мальчики легкого поведения. И там очень много таких накачанных пацанов. И там написано ориентация B. Прикинь. И расценки у них там тоже охрененные. Там восемь с половиной тысяч, девять. Но их там мало. Там, наверное, человек десять всего было пацанов. А проституток вообще много. И у проституток расценки там от двух тысяч начинаются. Это еще самое дешевое. Да, получается, что пацаны дороже видят. Ладно, я пошел, поем. Давай. Заходи сюда. А ты что, отключаться не будешь? Ну, отключусь, но потом, может, мы встретимся еще. Не, ну, я могу не отключаться. А как ты будешь тогда все делать? Ну, как, я на кухню пойду и там буду все делать. Ну, просто тут будет молчание, я не буду. Из кухни я сюда не буду кричать. Ну, понятное дело. А через сколько будешь? Ну, минут через пять. Через пять? Почему так мало? Ну, я сейчас по-быстрому перекушу, чтобы тебя не задерживать. А что перекусишь? Наверное, молоко с батоном. Да, смотри, нормально. Давай приготовим вместе. Давай. И потом вернемся. Сколько времени тебе надо? Ну, полчаса, наверное, тогда. Ну, мне тоже полчаса примерно. Ну, тогда давай разъединяться, да? Почему ты не отключайся, а потом, если ты придешь, я тебя услышу. Давай так? Давай. Ну, все, тогда. Давай так. Продолжение следует...